здравствуйте меня зовут валентин хотлов и это очередной выпуск из цикла об истории англия история британских островов я хотел бы попросить прежде всего всех тех кому нравится мой контент нравятся эти выпуски поддержать мой труд присоединившись к моему сообществу на сайте патрон где выкладываются все выпуски на самом деле они все доступны абсолютно бесплатно я не делаю какой-то эксклюзивный контент только для подписчиков возможно какие-то будут бонусы для подписчиков типа более раннего выпуска в эфир на патрон и чуть позже для всей остальной аудитории на youtube но возможно еще какие-то опросы какое-то общение с теми кто подписан на меня на патроне но в любом случае я призываю тех кто имеет возможность и имеет желание поддержать все любой суммой от 1 доллара в месяц присоединяться к моему сообществу patron.com касая черта val подчеркивание k-h-o-k-h-l-o-v то есть val.com также мой канал youtube не забывайте подписываться что касается собственно этого выпуска то в прошлый раз мы закончили упоминание о том что наступает в Англии так называемый век демонии Мерсии вот собственно об этом историческом периоде и поговорим в этот раз и так в середине 7 века благодаря активной политике короля пэнды о котором мы уже упоминали в прошлый раз Мерсия выдвигается на первый план в англосаксонской Британии значит пэнта умер в 654 году вот по датировке стентона поскольку бэда датировал гибель 655 годом но он начинал год в сентябре поэтому возможно это было осенью и из-за этого по нашему календарю это 654 год значит потом в течение полувека Мерсию управляли его сыновья Пеада, Вульфхер и Этель-Ретт если до 678 года Мерсия была в подчиненном положении относительно Нортумбрии то после того как Этель-Ретт в 678 году разбил Эгфритан о чем мы говорили в прошлый раз то статус-кво между королевствами был восстановлен хотя Этель-Ретт не мог претендовать на доминирующую роль на юге Британии но его долгое правление это порядка 30 лет было важным с точки зрения христианизации острова значит в 804 году король Этель-Ретт ушел в монастырь и его наследовал его племянник Кен-Ретт это сын Вульфхера он правил 5 лет в свою очередь отрекся тоже от престола отправился паломником в Рим ну это очень популярная судя по всему в тот период была такая особенность вот в прошлый раз мы говорили что два короля у Эссекса примерно в тот же период ушли паломниками в Рим итак в 709 году трон Мерсии перешел к Кеол-Реду сыну Этель-Реда его описывают как беспутного юношу который не уважал церковь и умер безумным в 716 году но вот интересно что в этой смене правителей мы видим что престол переходил от брата к брату а не от отца к сыну то есть это более такая архаичная система престола наследия в 716 году на трон Мерсии вошел Этель-Бальд он был внуком брата Пенды которого звали Эова и соответственно троюродным братом предыдущих королей к слову Кеол-Ред при жизни изгнал его как потенциального соперника значит Этель-Бальд в первые 10 лет своего правления ничего особо не сделал никак сильно не проявил себя но с кем ему повезло в 725 году умер король Кента Витред а в 726 году король Уэссекса Ине отрекся от престола и отправился паломником в Рим и получилось что на юге Британии у Этель-Бальда не осталось сильных соперников значит Беда в 731 году писал что к югу от Хамбара все королевства признали власть короля Мерсии а к северу от Хамбара напомню что после поражения 785 года Нортумбрия крайне ослабла и вот в карте 736 года Этель-Бальд уже именует себя королем Британии помимо верховной власти над другими англосаксонскими королевствами он также аннексировал северо-восточную часть территории Уэссекса и существенную часть территории Эссекса в частности Лондон и де-факто присоединил эти земли к Мерсии в 757 году после 41 года правления Этель-Бальд был убит своим телохранителем и королевство погрузилось в пучину не короткой междоусобной борьбы но уже к концу года победителем из нее в Мерсии вышел Оффа он также был потомком Эовы первые 7 лет своего правления Оффа не имел такой верховной власти над другими королевствами как его предшественник и правил лишь Мерсии но уже к 764 году воспользовавшись кризисом в Кенте где по-видимому за 2 года до того прервалось правление дома Эска Оффа активно вмешивается в вопросы передачи короны и делает заявку на подчинение Кента Мерсии но это не произошло мгновенно со стороны Кента оказывалось сопротивление вот в 776 году между армиями двух королевств произошло сражение при Отфорде и непонятно кто там отбежал победу но вот с 785 года имеется ряд хартиков относительно Кента так что можно судить о том что вот где-то к тому времени ему уже удалось окончательно подчинить Кент себе между 757 и 871 годами Оффа также усиливает свое влияние на Сассекс вот относительно субъектности Сассекса нет определенности какой-то но можно с 771 года говорить что Оффа начинает распоряжаться землями Сассекса как его властитель вот например есть хартия 772 года где он жалует некоторые земли и указывает что это сделано в присутствии шести герцогов из которых двое на самом деле это короли Кента Экберг и Уэссекса Киневуль то есть вот он этих королей рассматривает как своих ну если не вассалов, то по крайней мере людей ниже себя в Уэссексе вот этот вот король Киневульф решил противостоять усилению Мерсии даже захватил обратно те земли которые ранее еще король Этельбальт от Уэссекса но в 879 году Оффа разбил Киневульфа при Бенсингтоне и вернул эти территории себе около 786 года в Уэссексе зашла кровавая борьба за корону Киневульф и его вот соперник погибли в этой борьбе а он воспользовался случаем и посадил на трон Уэссекса своего кандидата Беортрика который правил до 802 года и был подконтролен королем Мерсии таким образом к концу 8 века вся англосаксонская Британия к югу от Хамбара полностью оказалась под властью Оффы где-то вот с 774 года он в документах стал называть себя королем Англии по латыни вот прям так и писалось Rex Anglorum при нем при Оффе Мерсия достигла вершины своего могущества а сам он был наиболее значительным правителем Британии 8 века после 784 года и до своей смерти он был пожалуй единственным из правителей Западной Европы который на равных вел общение с Карлом Великим при нем была четко установлена западная граница англосаксонских королевств и возведен так называемый вал Оффы это линия земляных укреплений между его владениями и королевствами бритов в Уэльсе соответственно и эта линия во многом совпадает с нынешней границей Англии и Уэльса в 787 году еще при своей жизни Оффа добился помазания на царство своего сына Эгфрита это был первый случай когда была совершена церковная церемония помазания на царство короля в англосаксонском мире Стэнтон считают что Оффа не мог не знать о том что после Карла Великого папа Адриан помазал на царство его сыновей Пепина и Людовика в 781 году и вот он решил имитировать эту процедуру в Англии в это время отношения между Оффа и Карлом развиваются весьма активно Алкуин хотя он был из Нортумбрии то есть с севера а не из владений Оффа как раз в то время получает приглашение ко двору Карла Великого а вот кузен его Беорн Ред в 792 году становится архиепископом Санса около 789 года Карл Великий просит руки одной из дочерей Оффы для своего старшего сына и наследника Карла Младшего Оффа считая свой род более древним чем род Карла Великого отвечает что это возможно лишь при условии что Карл отдаст свою дочь Берту замуж за его сына Экфрита это привело Карла Великого в бешенство и он разорвал отношения с Оффой закрыл порты на континенте для англичан и лишь долгие переговоры через Алкуина помогли впоследствии восстановить торговые отношения между королевствами в 796 году между Англией и королевством Франков было заключено первое в английской истории торговое соглашение вероятно это было то самое соглашение заключение которого содействовал Алкуин можно сделать вывод о том что между Англией и континентом к концу восьмого века велась активная торговля и король Франков рассматривал закрытие портов как действенную меру по наказанию Оффы ну в принципе мы знаем что это вот торговля существовала еще и при поздних мировинках велась на континенте через эмпории Кентовик и Доресстад о чем мы говорили в конце вот цикла об истории средних веков в конце первого сезона вторым свидетельством о том что управление Оффы расцветает расширяется торговля являются монеты еще до Оффы известны различные монеты восточной Англии при Ине в Уэссексе чеканились пенни хотя некоторые историки считают что само слово пенни происходит от имени пенды тем не менее именно в правление Оффы в Англии к югу от Хамбара широко входят в обиход серебряные пенни в том формате в котором они просуществуют аж до короля Генриха Третьего Стэнтон приводит также замечательный факт того что Офф даже думал чеканить золотые монеты по образцу Динара Халифа Аль-Мансура это 774 год потому что была найдена матрица для чеканки подобные монеты с надписью Оффа Рекс учитывая то что в Европе того времени золотые монеты не чеканились Стэнтон считает что Оффа рассматривал их как платежное средство которое могло быть интересно для арабских купцов то есть между Англией и арабским миром в те годы существовала какая-то торговля король Оффа умер 26 июля 796 года на вершине своего могущества его сын Экфрид который был помазан на царство еще при жизни отца правил менее пяти месяцев и умер при непонятных обстоятельствах не позднее конца того же года престол Мерсии перешел к дальнему родственнику Кёнгульфу можно сказать что с этого начинается закат эра гегемонии Мерсии потому что в самом конце правления Оффы даже Кент восстал и у Кёнгульфа ушло 10 лет на то чтобы окончательно подавить это выступление и восстановить господство Мерсии над Кентом пока же он был занят этим из-под влияния Мерсии вышел Уэссекс где в 802 году умер ставленник Оффы король Беортрик а трон захватил Эгберт наконец на севере в Нортунге еще в 796 году был убит король Ательред женатый на дочери Оффы и это северное королевство также вышло из-под влияния Мерсии в конце века какое-то уже происходит катастрофический такое ну если не упадок то падение престижа влияния Мерсии но Кёнгульф вел многолетнюю и довольно успешную борьбу за восстановление контроля над Кентом и вот он правил 25 лет кроме этого кроме вот восстановления контроля над Кентом а также борьбой за восстановление утраченного влияния на Уэссекс и Нортунгрию в его правлении произошли еще два важных события первое связано со значительной внутри церковной борьбой за структуру и контроль над церквью бывшего королевства Оффы дело в том что этот король добился возведения епархии Личфилда в ранг архидиоцеза и таким образом стало два архиепископа в Кентербери где и был изначально архиепископ и новый архиепископ в Личфилде но еще был в Йорке на севере но это не те земли о которых мы сейчас говорим так вот символично что архиепископу Кентербери были подконтрольные диоцезы на землях Кента Сассекса Уэссекса и Эссекса включая Лондон а вот архиепископу в Личфилде диоцезы на территории Мерсии Восточной Англии значит а архиепископ в Йорке контролировал соответственно диоцезы на территории Нахтунг Кенвольф вообще хотел перенести кафедру южного архиепископу из Кентербери в более контролируемый им Лондон но эту борьбу он проиграл в 802-803 годах Личфилд даже утратил статус архиепископу и Кентербери стал единственной метрополией канонической территории который был весь юг острова вплоть до Хамбара интересно что такое деление сохранилось аж до 1215 года вот когда в выпуске номер 36 мы говорили о церкви в восточном в високом средневековье то я приводил карту архиепископу на тот год и граница между каноническими территориями Кентербери и Йорка проходила в общем-то так же как она проходила в 803 году второе событие конца правления Кенвульфа это возобновление войн с бритами вот после долгого мира который сохранялся в конце правления Оффе Кенвульф ходил в походы на королевство бритов в Уэльсе и доходил аж до Диведа это вот на самом юго-западе в 821 году он умер и трон Мерси пришел к его брату Келвульфу новый король Мерси пришел в наступление на королевство бритов Гвинет и Поуис отвоевав у первого земли до города Дегонви и взяв под контроль второе королевство это пожалуй был самый крупный успех Мерси в 823 году Келвульфа сверг некий Беорнбульф который был одним из олдерменов ну это титул несколько похожий на титул герцогов мы еще будем дальше часто встречать олдерменов или элдерменов в англосаксонских королевствах вот этот Беорнбульф в 825 году пошел войной на Уэссекс которым тогда правил король Эгберт и вот это тот самый Эгберт который сменил в 802 году ставленника ОПФ и вот если до того Уэссекс находился под влиянием Мерси то с 802 года он как бы стал проявлять независимость и вот Беорнбульф видимо решил вернуть контроль над Уэссексом но в сентябре 825 года у Элэндуна это к югу от Суиндена Эгберт на голову разбил Беорнбульфа и эта битва завершила период в англо-саксонском мире с тех пор там начинается доминирование Уэссекса сразу же Эгберта признали верховным королем в Сассексе и даже Восточная Англия попросила его о покровительстве и вот лишь Кент остался под контролем Беорнбульфа в 826 году он пошел в поход на Восточную Англию чтобы вернуть ее под свой контроль но был разбит и погиб в сражении следует отметить что после свержения Келгульфа ни один из правителей англо-саксонских королевств по крайней мере вот к югу от Хамбара не мог похвастаться таким знатным происхождением как король Уэссекса Эгберт считается что он по прямой линии был потомком Кердика хотя здесь нельзя говорить с уверенностью Стэнтон пишет лишь о том что предком Эгберта был некий ингель брат короля Ине а я напомню что Ине правил в Уэссексе до 726 года существует также версия что отец Эгберта Эльмунд был из дома королей Кента а родословная связывающая его с домом королей Уэссекса была позднейшей подделкой сделанной чтобы обосновать права Эгберта на трон этого королевства но как бы то не было потомки Эгберта закрепились там и в последующем стали главной королевской династией донормандской Англии и так после победы у Элэндуна в 825 году король Уэссекса Эгберт распространил свою власть на Сассекс и Эссекс а уже к 829 году он вновь громит армию Мерси изгоняет ее нового правителя Виглофа и присоединяет Мерсию к Уэссексу в 830 году даже далекая Нортумбрия признает верховную власть Эгберта таким образом он становится официально восьмым Брэдвальдой хотя в этот список Брэдвальд не входят великие короли Мерсии которые фактически имели ту же власть тем не менее полностью взять под контроль Мерсию Эгберту надолго не удалось вскоре Виглоф возвращает себе власть Эгберт же правил до своей смерти в 839 году и вот за год до смерти ему удалось разбить бриттов из Корнуола и судя по всему взять под контроль вот эти остатки юго-запада Британии то есть Корнуол Эгберту наследовал его сын Этельвульф который с 832 года правил всем востоком королевства Кент Сассекс и Эссекс как подчиненный отцу королю данная традиция сохранилась и позднее он отдал после восшествия на престол в Эссексе отдал вот эти восточные королевства своему старшему сыну Этельстану как подчиненному королю значит в правлении Этельвульфа у берегов Британии появляются корабли страшного противника викингов впрочем эта тема будет более детально смотрена в следующем выпуске в целом король успешно продолжал политику консолидации юга Англии вокруг Уэссекса его власть над Кентом Сассексом Эссексом уже никем не оспаривалась хотя в Мерси правили другие короли между ними и Этельвульфом установились мирные отношения Уэссекс получил от Мерси нынешнее графство Беркши и есть сведения о совместном контроле двух королевств над Лондоном в 850-х годах когда начинаются активные набеги викингов на берега Британии Англосаксы действуют в целом успешно сын Этельвульфа Этельстан даже смог разбить флот викингов в морском сражении при Сэндвиче в 845 году сам король отразил набег данов в устье реки Паррет в 851 году он же одержал крупную победу над значительными силами викингов флот которых насчитывал 350 кораблей через два года Этельвульф пришел на помощь новому королю Мерси Бургреду на которого напали бритты из Куэльса привязал его к себе выдав за него свою дочь в 855 и 856 годах король Уэссекса совершает паломничество в Рим и живет там целый год на обратном пути он проводит много месяцев у двора короля Карла Лысого и 1 октября 856 года женится на дочери Карла Юдифи вернувшись в Англию Этельвульф обнаружил что его сын Этельбаль который остался управлять Уэссексом не желает возвращать трон отцу и дабы избежать междоусобицы старый король смиряется с этим таким образом с 855 года де-факто королем Уэссекса стал Этельбальд а остальные части королевства остались под властью Этельвульфа до его смерти в 858 году а после этого там стал править следующий его сын Этельбер впрочем Этельбальд который правил Уэссексом в 860 году умер и все королевства вновь объединились под властью Этельберта а после его смерти в 865 году корона перешла следующему брату Этельреду вот как раз на его управление выпадает решительное продвижение викингов на территорию Британии о чем мы поговорим в следующий раз я благодарю вас за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки присоединяйтесь к сообществу на потом и надеюсь увидеть вас в следующий раз до новых встреч до свидания